такой бачок всем привет ребят вчера я выложил видео я ну то есть я очень доволен от комментариев которые вчера были написаны под тем видео потому что многие из вас меня поняли я вчера был на день рождения мы отмечали рождение дочери у одного из сотрудников и в общем и я мы были все немножко веселые вы мне написали что я такой смешной да и и так смешной а под радость был в общем в общем когда я сегодня прослушивал это видео я вообще-то было мне немножко стыдно даже но я не собираюсь его удалять мне кажется очень даже хорошее видео в общем спасибо что его посмотрели и поулыбались и как вы поняли сегодня 19 число всех хочу поздравить с праздником с николаем и сегодня тот день когда чернуха должна была загулять но она не загуляла то есть сегодня двадцать первый день с момента как она начала гулять она начала гулять 28 покрывали моё 30 после меня ли искусственно и вот сегодня 19 число то есть 21 день после покрытия и она ведет себя очень очень спокойненько то есть охота у чернухи даже не предвидится это очень хороший очень хороший знак с будем ждать еще два-три дня и уже мы можем ну тогда подтвердить что супоростность закрепилась то есть дай бог чтоб именно так и было мне кажется что животик все-таки есть до чернушечка я вам вначале показал как она кушает так как я есть толк давать еду ну то есть в одно корыто как и всем своим остальным свинкам но я имею ввиду еду и воду я воду лью на дробленый корм и она с удовольствием так кушать потому что вот та банка в которой она пила она и постоянно переворачивала и было очень мокро вот там где она пила теперь мокро и вот смотрите чернуха очень большая ну то есть ну как не не имею ввиду что самая прям большая которая видел но она очень подросла и вот здесь не было двери она вот сюда заходила и когда разворачивалась повреждала постоянно себе вот этот пенечек свой видите он у нее постоянно кровил и я все-таки думаю что лучше я сделаю дверку так как чтобы она туда не выходила и не крутилась там потому что она реально подросла и стала прям ну длинная и именно из-за этого вот я сделал дверь не потому что там мне эта дверка нужна и коры то она последнее время постоянно переворачивает коры то в общем я думаю ну раз буду делать дверку вот и прибил коры то тоже так все симпровизировала что в голову пришло то и сделал прибил вот доску и прибил вот две доски до пола ну две доски и к ним прикрутил коры то и вот так же здесь вот прикрутил там есть в этом перегородке это там есть досточки и вот к ним я прикрутил и вот прикрутил доску к ней прикрутил эту ну в общем зафиксировал коры то вроде бы плотненько и теперь она вроде пыталась поднять его носом но у нее не получается в общем нормальненько почистить я у нее так и не почистил вот кинул ей сверху сено и она довольна что будем пузо чесать да давай пузо почешем мне одна подписчица написала что у нее уже даже вымя видно ну нет ребят за три недели никакого вымя не может быть видно но вот животик видно правда смотрите когда она была просто то у него вот этого живота но прям не было сейчас и так так как бы бугорчик то есть три недельки прошло чернушечка спокойно и это очень радует то есть будем надеяться что капреле у нас будут маленькие чернышата до шелудьковский привет серёг если смотришь меня в общем поела попила и на мягенькая сена улеглась у нас вообще тепло то есть днем светило солнце на солнце было больше ну почти 20 градусов то есть выглядело все как бы как весна не давай давай его атомничка и здесь прям очень тепло ну вот как то так из-за праздника ничего не хотел делать но вот все-таки сделал небольшую работу на сегодня дверку и еще давайте сходим к тем девчонкам вот смотрите сделал такой же шпингалет я их я их купил не два опять у меня еще два есть и просто вон в бетоне про пробил дырочку и в стену закрывается как вы мне много раз говорили что вот эти все доски чтобы внутрь на дверке лучше делать не на сторону по свинке вот видите здесь гладенько а на сторону ну на эту сторону поэтому так и сделал послушался вас и вот одна еще пара навеса у меня была вот этих золотистых и вот прибил доску потому что когда здесь сделал дверку то чернуха там сидеть не хотел она хотела вылезти и вот я прибил так досточку выровнял чернушка ты все слушаешь да в общем ну мне кажется но есть пузо ребятки но поддержите меня в этом да да вот есть прям пузо ну видно хоть убей меня вот так ну еще теперь не обязательно дверь закрывать потому что теперь у нее есть там своя дверка смотрит что делает так делает свиноматки перед опоросом носят сено раскладывает по углам чернушка ты будешь это порядки на на ну ты строить у себя в загончике ложи ложи на полку на подоконник мой его мой давай сено мой гляньте какая девчуха так ну и и посмотрим сейчас на этих вы говорите показывать уток вот они все тут они нужно у них тоже по убирать но мне сегодня некогда стёпка пил водичку весь мокрый эти дырёхи вообще постоянно сходят с ума смотрите звездочку то есть ночку я покрыл 17 опускал к стёпе а сегодня пустил пантеру вот тоже вы царапал 19 надо мела принести нет мела у меня эти не поели смотрите вот это все грязно потому что вот эта свинка пришла в охоту но они еще очень маленькие в них килограмм в этой килл 90 в этой возможно 80 а эти и того поменьше сеша тоже перегуляла вчера или позавчера и это наверное в охоте в общем я не знаю но знаете вовремя отделил вы спрашиваете где кабанчик кабанчик остался на том дворе здесь пока ему загончиков нету поэтому поэтому я его еще не принес вот в общем ночка была покрыта потому что два крольчонка и она их я их заберу буквально через две недельки она чтобы не зажирела я ее сразу перепокрыл вот такие маленькие красавчики и вот сейчас я пускал еще проверяла жужу стёпе и она фыркает и вроде живут у нее очень большой то есть она была покрыта 19 29 или 30 я точно не вспомню и еще буквально дней пять и я их поменяю местами вот с этой мамкой но я это все вам вчера рассказывал я сегодня пересмотрел именно об этом я вам и рассказывал так как вот видите они уже вылазят ты маленькие коробчики коробчики вот такие вот смотрите уже какие пушистики они уже через неделю будут вообще самостоятельно их даже можно будет отлучать нужно будет шушу еще один раз пустить и тогда уже до весны вот так а малышей нужно будет дать объявление вот для эй то твой дуреха ведь те ты чё на всех кидаешься это твой малыш все унюхала скажи пустил давайте его кинем в кучку чтобы эй полез сиску твой твой ля какая защитница даже не поняла что я подложил ей в загончик а у звездочки сегодня пришел утром а мне вчера вы писали что мне нужно отца дину то есть все равно чем-то отгородить на самом деле нужно это чем-то сделать но сейчас я не буду это делать в общем прихожу а три малыша вот здесь сидят кучкой то есть они не замерзли потому что еще раз повторюсь у нас очень тепло они вот так просто три штучки лежали им третий с третьи сутки и в общем положил их обратно немножко углубил гнездышко и ну не знаю что мне с этим делать в общем надо как-то наверное еще дня два и просто возьму вот эту все кубло и поставлю в ящик и ящик передвинуть сюда она уже когда им будет дней 6 они ну то есть уже станут немножко побольше она уже точно их не бросит так что но вот именно так и сделаю до сидит локатор выставила и слушать скажи как ты надоел уже к нам лазить да все-все звездочка ухожу не трогаю ты умничка умничка 7 штучек это хорошо вот так вы мне пишите под каждым видео про кроликов почему я не даю не ну то есть не даю крольчика строкачу потому что строкач от семы меньше намного сема крупнее букв примерно на два килограмма то есть если в этом да даже половину потому что если в этом чуть больше трех то семка ну то есть семка степка степка 6 килограмм почти поэтому хочется чтобы крольчата были крупные поэтому я покрываю этим но есть беляна которую я еще не ну то есть не покрыл и тяну чтобы было уже ближе к весне и буду покрывать этим строкачом вот так в общем не пойму почему эти дурехи орут чё вы ругаетесь сено вон им тоже кинул но девчули вон корм есть сено есть вот и это наверно да не все вместе наверно сейчас загуляли до ну вот так какие-то такие новости самая главная новость что чернуха не загулял ну хватит петь хватит ведь его этих двери поставил в ту сторону это тоже неправильно надо было развернуть но уже не хочу пусть так и будет они вот изредка стоят сюда и перелазят ну и то что перелезает а просто выглядывает из загона потому что эти селедки не сильно толстая вот видите вот это до кнура стоит сейчас бы она бы и погуляла но нет мелкая мы одну охоту еще пропустим за месяц килограмм десять наберет будет больше ста и можно будет покрывать до дурехи боже это на этой катается это на этой селедка в охоте видите что происходит у них сеша немножко подросла умничка уже достает так это буквально за неделю а может не не то что подросла просто приловчилась в общем витек степи холодная руку буду заканчивать всем большое спасибо за просмотр всех еще раз с праздником и всего вам хорошего всем пока 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 аптеша пока